Привет! Как у вас погодка? Наверное, снега полно, ветер капец как дует, очень неприятно на улице, да? Сейчас расскажу вам, как сделать эту пору года немного комфортнее. А все очень просто. Для этого нужны водонепроницаемые вещи. Например, вот такая шапка и перчатки. Где я только не был с этими вещами гардероба и доволен как слон. Шапка непродуваемая, голова не мерзнет и хорошо вентилируется. Вы можете, конечно, задаться вопросом, как это так, что шапка водонепроницаемая и в то же время хорошо вентилируется, то есть дышит. Но я вам сейчас все объясню. Шапка DexShell состоит из трех слоев. Главный функциональный слой – это мембрана, которая производится в Англии. Именно она делает шапку DexShell водонепроницаемой и, главное, отвечает за эффективное фотоотведение. Работает эластичная и прочная мембрана, благодаря разнице температур внутри и снаружи шапки. Внутренний слой состоит из микрофлиса. Это мягкий и легкий материал. Особая структура волокна позволяет быстро отводить влагу с поверхности тела, что особенно важно при интенсивных физических нагрузках. Внешний акриловый слой делает шапку DexShell легкой, устойчивой к изнашиванию, а также помогает сохранять форму. Особенностью модели является яркая и оригинальная расцветка. Вот вам, кстати, небольшой тест с пробежки. Я специально бегал на улице, чтобы протестировать шапку на то, как она отводит влагу при нагрузках. Ну что, а сейчас я бегу на улицу, надеваю эту перчатку, надеваю перчатку, надеваю эту шапку, надеваю этой перчатки, буду бегать и посмотрим, как себя проявляют эти вещи в таких интересных жестких условиях. Потому что, когда я надевал свою самую обычную шапку, самую обычную, то у меня голова просто была мокрая после пробежки. В этой шапке, я так подозреваю, голова должна быть или немножко мокрая, или сухая вообще, потому что она должна дышать. И также протестим перчатки, что они себя представляют, будут руки сухие или мокрые, не знаю. Короче, прибегу, все расскажу. Погнали! Фу, ребят, только прибежал с пробежки, и я рассказываю, все как есть. Вот, значит, перчатки снимаем и снимаем шапку. Значит, руки влажные, руки влажные, но не мокрые, я не скажу, что с них льется. В середине они как будто сухие, ну или совсем немножко влажные. Мне в перчатках не было холодно, все офигенно. Когда я бежал, было тепло, перчатки было тепло. Снимаем шапку. Вот, мокрая, голова мокрая. Вернее, нет, вот тут голова сухая, вот тут мокрая. И можем видеть, что, я не знаю, вам будет видно, шапка вот тут мокрая. Мокрая, но голова, в принципе, голова немного суше, чем в той передущей шапке мы и стали. Потому что в старой шапке я снимал, голова просто из шапки лилось, из головы лилось. А вы вот сейчас можете видеть, вот, что голова совсем немножко мокрая. Это совсем другое состояние головы. С этой шапкой и с той шапкой. С шапки бегать комфортно, бегать в шапке тепло. Вот, супер, я доволен. То есть, эта шапка по воздухопроницаемости, по воздухопропускаемости, скажем так, она лучше, чем та моя обычная шапка. Хотя тут три слоя, а в той шапке вообще ничего не было. То есть, обычная стандартная шапка. А тут целых три слоя. И все равно в этой шапке бегать комфортно. Я уже вот весь мокрый, просто капец. Продолжаем дальше смотреть. Это уже вторая шапка с перчатками. Цена, конечно, далеко не бюджетная. И я пойму ваше удивление цены, но товар того стоит. Если вы часто имеете контакт с водой и вам желательно, чтобы руки были сухими, то я считаю, лучше потратиться на качественный товар и купить что шапку, что перчатки. Водонепроницаемая шапка обеспечит вам тепло и комфорт во время катания на лыжах или сноутборде, занятий альпинизмом или езды на велосипеде в холодное время года. Я уже несколько раз катался на лыжах, на санях и руки с головой были полностью сухими и теплыми. Что же касается перчаток, то это просто мастхед для зимы. И есть экземпляры подешевле. Мне же хотелось испытать именно эти. Они также состоят полностью из тех же трех слоев, что делают их водонепроницаемыми. Также они защищены от порезов. Есть антискользящие покрытия на внутренней стороне ладони и пальцев. И еще есть сенсорные участки на пальцах, большом и указательном. Это для управления телефоном, чтобы не приходилось снимать перчатки в холод. Благодаря своим свойствам их удобно использовать на рыбалке или же при выполнении любых работ, подразумеваемый постоянный контакт с водой, со снегом или где угодно. Как думаете, в вашей профессии пригодились бы такие вещи или нет? Напишите в комментариях. Я в основном работаю за ноутбуком и казалось бы, что мне последнему такие перчатки пригодились бы. Но все же любят отдыхать и развлекаться зимой, лепить снеговика, кататься на санях или рыбачить. И в такие моменты будет сухо, удобно и тепло с такими вещами. Ну или нужно будет выкручиваться как-то другими методами, чтобы руки были сухими. Если хотите почитать больше про эти предметы зимнего гардероба или заказать их себе в пользование, то ссылку я оставил в описании. Вы сможете выбрать себе различные модели шапок, перчаток, водонепроницаемых носков и еще много крутых вещей для детей и взрослых. И что немаловажно, по различным ценам. Рад был для вас стараться, обязательно ставьте лайк, если ролик вам понравился и подписывайтесь на канал, дальше будет еще много интересного. А также пишите в комментариях, годные были сегодня товары в ролике или нет. Спасибо за просмотр, хорошего дня или вечера, всем пока!